Всем привет! Сегодня достаточно необычный выпуск, ведь пришла весна. Это значит, что в гардеробе у каждой девушки есть такие вещи, которые она не знает, как сочетать, составить новые образы и вообще, что купить нового. Именно поэтому сегодня мы будем разбирать гардероб Екатерины. Ну что, пошли? Какой небольшой блиц-опрос для себя? Сколько денег ты в среднем на весну готова потратить, либо тратишь, в прошлом сезоне потратила, на вещи? У меня обычно ноль расходов, меня рублей в месяц на одежду, потому что я вообще минималист, максимальный. Но вообще я покупаю большими партиями, где-то рублей 500 за раз могу потратить. Ого, круто. Но это ты покупаешь на весну, лето или только на весну? По необходимости. Но минимализм сейчас, в принципе, очень актуально, поэтому сейчас будем разбирать максимально сильно. Перед тем, как разобрать любой гардероб, стоит разобрать то, во что сейчас одета наша Катя. Так, давай начнем сверху вниз. У тебя сейчас обычная базовая майка, которая нужна всегда и везде. Это обязательно. Без такой майки невозможно жить просто, ребята. Но это надо. Брюки. Это не спортивные. Спортивные. И идет спортивная рубашка, поэтому это сочетается. И так как это базовые цвета и все очень лаконично смотрится, это нормально. Это обычный базовый удобный аутфит, который я бы дополнила аксессуарами, чтобы сделать его более необычными. То есть какие-нибудь подвесочки, какие-нибудь сережечки, еще какой-нибудь хвостик завязала, и было бы вообще супер. То есть не забываем одну важную вещь. Если мы составляем максимально базовый образ, пожалуйста, помните, что есть аксессуары, которыми можно добавить и изменить свой лук. Тем самым будет намного выигрышнее и интереснее. Ну что, открываем? Та-дам! Ну, показывай свои для начала любимые вещи, которые ты носишь 24 на 7. Есть же 100% такие. Да, например, беспорядок в моем гардеробе. Первое, что я ношу очень часто, это вот такое невероятное платье. Оно очень красивое, это правда. Это красивая база, но скажи мне, пожалуйста, как ты его сочетаешь? Ты просто его надеваешь и больше ничего. Да, как ты догадалась? По-моему, луку непонятно. Ну, во-первых, здесь очень красивые разрезы. И это очень красиво смотрится с каблуком. Это раз. Его можно надеть на работу без ничего. Это будет удобно, базово, классно, даже под кроссовки, под ботинки, под все что угодно. Но если хочешь его надеть на вечер, здесь можно добавить пояс. Черный, толстый, либо коричневый. Я вижу, что у тебя есть коричневые пояса. Здесь из-за того, что идет V-образный вырез, следовательно, мы не можем надеть круглообразное украшение. И мы должны надеть что-то маленькое, но аккуратненькое. Либо же открыть ключицы и добавить длинные сережки. И тем самым завязать волосы. И тогда это получится вечерний образ. Супер. Так, я поняла, что ты очень любишь минимализм, очень любишь бежевые цвета. Да, это все очень круто, это все очень модно. Но совет номер один. Не бойтесь добавлять... У тебя есть в гардеробе, во-первых, яркие вещи? Конечно. Одна есть. Ну вот мы сегодня ее увидим. Пожалуйста, девушки дорогие, не бойтесь добавлять ярких цветов в ваш гардероб. Даже пускай я сейчас выгляжу максимально базово, но какая-нибудь деталь, красная кофта, либо красная юбка, это будет смотреться так выигрышно, если вы ее наденете под черный пиджак. Ну, то есть она будет делать какой-то небольшой акцент. И это очень красиво. А если вы будете постоянно носить базу, ну, вы сольетесь с обществом. А зачем нам сливаться с обществом? Надо быть особенными. Вот. Ну, это толстовка. Это круто. Куда ты ее носишь? Везде. Везде. На вечер. В кино? В театр? Да, вообще везде. Плохо. Очень плохо, что ты ее носишь везде. Так нельзя. Тебе жалко отдавать деньги на вещи? Нет, просто не вижу в этом необходимости. У меня нет... Я люблю, когда все просто и лаконично. Хорошо, но ты... С чем ты ее обычно носишь? С брюками, спортивными брюками, джинсами. Кроссовками. Да. Но ее тоже же можно классно простерилизовать. Как думаешь, как? Но. Ну, давай, подумаем. Но ты же сказала про красную юбку. Да. Уж так классно смотрится какая-нибудь шелковая юбка, либо юбки, которые у нас сейчас в моде. Это из металлика. Тоже очень прикольный. Можно составить образ. Но вот как ты... Ну, ты ее носишь... Как ты думаешь, что можно сюда еще добавить, чтобы образ смотреться как-то интересно? Поэт Толстовку. Вообще, она у людей, если честно. У меня есть пароль. Одна идея. Допустим, мы идем в кино. В кино это у нас как бы такой торжественный немножечко выход, потому что в кино мы явно ходим... Ну, я лично хожу в кино не часто. Ты хочешь часто в кино? Нет. Вот. И хочется как бы красиво одеться, выйти. Белая вещь. Это, ну, всегда очень удобно. Можно добавить красную помаду, если ты ее не боишься. Боишься? Нет, у меня лежит полакончик. Вот. Добавить красную помаду, добавить черные брюки. И, допустим, завязать тот же хвост или пучок, или распустить волос, накрутить. То есть мы сделали небольшой-небольшой акцентик, но тем самым она уже будет смотреться по-другому. Не спортивным стилем. Вот. Держи. Одобряю. Ну, ты просила показать тебе одну яркую вещь. Да. И у меня есть ровно одна такая яркая вещь. Ну, хотя бы одна. Это уже прогресс. Это уже хорошо. Опа. 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 Ну, и скажи мне, куда мы ее носим. И почему мы ее купили. И чем она нам понравилась. Ну, я просто ее видела. Мне очень понравилось сочетание цветов. В принципе, я не скажу, что я прям боюсь яркого. Я, скорее, просто не умею его интегрировать там в свои вещи, которые уже есть, в свои образы. Ну, смотри. Это очень, я считаю, дам крутой совет. Как я думаю, что это крутой совет. У тебя очень базовый образ. Ну, типа базовый гардероб. И не страшно носить это под синие джинсы, которые явно я там видела. Под черные брюки. То есть, что самое главное, если мы берем какую-то акцентную вещь, и мы ее боимся, ну, реально боимся, потому что такие вещи есть, и ты в них можешь чувствовать себя некомфортно. Ты просто составляешь обычный базовый образ. Даже на сейчас теплую погоду, днем у нас очень тепло, но вечером холодно. Следовательно, ты можешь одеться вот так вот, снять эту рубашку и накинуть наверх эту яркую кофту. И это уже и добавить какую-нибудь помаду, либо сережки яркие, это уже будет смотреться выигрышно и довольно-таки необычно. То есть, ты не будешь сливаться, ты будешь выделяться. Вот. А вещи, на самом деле, прикольные. Чем она мне понравилась? Анималистичным принтом. Достаточно модно, трендово сейчас. Не многие этот тренд любят, но смотрится он реально круто. Вот. И этот свитер, этот свитшот, свитшот, можно носить под джинсы, синие, базовые, прямые, и вообще под все, что угодно. Правда, он, его не надо бояться, у тебя внешность, позволяющая носить яркие вещи. Тебе она очень будет идти, тебе будет очень красиво. Поэтому идешь в магазин, покупаешь яркие вещи. Весна, лето, надо расцветать, надо носить все ярко. И пускай говорят, что зимой и осенью надо носить яркие цвета, а летом и весной надо носить базовые. Не слушайте. Делайте так, как вы хотите. Смотри, у меня есть вот такие вот две рубашки. Одну я ношу, а вторая давно лежит и пылится в моем шкафу. Отгадаешь, какая? Пылится вот эта, носишь вот эту. И я даже... И правильно делаешь. Умничка. Это вообще надо выбросить, сжечь. Все. Почему, знаешь? Почему ты ее не носишь? Ты догадывалась? Нет, ну просто как-то... Как-то не ношу. Ну вот ошибка очень многих девушек в гардеробе. У меня сама такая ошибка была. Это то, что вот лежит вещь, ты такая... Ну вот шок ее вопрос. Ну вот, может быть, может быть, еще когда-нибудь я ее надену... Не наденешь. Не наденешь. Если уже возникла мысль, и ты ее не носишь полгода, и она висит тебе просто в шкафу, отправь ее в другой шкаф через еще полгода, ты ее достанешь, опять на нее посмотришь, скажешь, все, я ее точно носить не буду. И эту вещь мы точно отправляем в утиль, потому что, во-первых, она приталенного кроя, она вся такая в облипочку, вся такая вот... Ну вот ты в ней не дышишь. А сейчас очень модно и базово это образ с рубашки, вот которая у тебя в руках. Умничка. А этому все. Это мое... До свидания. Бай-бай. Пока-пока-пока-пока. Все. Забываем про нее. Забываем. Выбрасываем. А вот эта классная. Прям очень. Мне очень нравится. Это база. Катя, мне не нравится, что у тебя нету акценных вещей. Это... У тебя все базовое. И ты украшениями это ничего не добавляешь. Я каюсь, но нет. Это... Это скучно. Теперь хочется выделиться как-то, показать красиво. Ну, конечно, мне хочется выделяться. Я поэтому и попросила тебя дать мне пару советов, чтобы найти тот самый путь, который приведет меня к невероятно красивому гардеробу. Вот. Поэтому мы... Базовая вещь. Это, конечно, очень нужно. Это очень правильно. Это очень круто. Но не боимся рисковать. Какая разница? Наденем? Наденем? Не наденем? Ну, бог с ним. Вот. Поэтому вешаем обратно и показываем, что у нас по штанам. Так, у меня есть три пары джинс. Одни синие и две черных. Что про них скажешь? Ну, делаем вот так вот. Вот так вот. Это база. Это, ну... Это хорошо. Это тоже надо. Но, если вы смотрели прошлый выпуск, то вы явно видели, какие джинсы сейчас в тренде. И то, что очень прикольные сейчас есть джинсы. Кстати, очень себе подойдут. С небольшим напылением. Короче, рассказываю прикол про эти джинсы. Они выглядят обычными. Реально, ну, типа, ты ничего не заметишь. Но когда ты выйдешь на солнышко, либо на тебя там будут светить какие-то фонари, софиты, они начнут мерцать. И тем самым они сделают базовый образ уже таким, типа, ого, а что это такое? О, как прикольно выглядит, стилево, классно. Подкиньте ботинки, наверх белая рубашка, черный топ. Песня будет. Хорошо, это нормальные джинсы. А вот эти две пары черных, зачем тебе две пары черных джинс? Так получилось. Это было неожиданно. Какие ты носишь, какие ты не носишь. Вот эти ношу, вот эти не очень. Почему? Ну, одни старые, другие новые. А почему ты их до сих пор не выбросила? Потому что же, ну, зачем выбрасывать старые вещи? Держи вешалочку. Вот эти ты не носишь. Да. Почему ты их не носишь? Потому что они старые. Да. Сколько они у тебя лежат в гардеробе? Ну, месяц. Ну, и ты их не надела ни разу? Ну, эти месяц назад были куплены. Все, ты купила их на замену вот этим. Да. Но эти все до сих пор лежат. Да. Нет! Я останусь без гардероба. Нет, ты останешься с нормальным гардеробом. Все. А эти джинсы? Черные, обычные, базовые. Как обычно Екатерина. Не скажи, это база. Это база. Во-первых, давайте начнем вот с этого костюма. Первый небольшой элемент, за что я его очень полюбила. Это мой любимый цвет. Ставим за это отдельный плюс. Второй. Как я понимаю, то, что наиклешь. Да? Нет. Ну, не совсем. Прямые? Да. О, супер. Прямые брюки со стрелочкой смотрятся всегда красиво. Это классика. А классика всегда смотрится выигрышно. Если вы еще наденете каблучок, это можно пойти на вечер куда-то. Если вы хотите быть в таком немножечко удобном спортивном луке на работу, вы надеваете кроссовочки. Все. И это вот белый топик, белые кроссовочки, костюм и сказка. И гулять, и работать. И, я не знаю, проводить хорошее время с молодым человеком. Это мы оставляем. Это я пока вот сюда вот отложу. Хочется добавить то, что полоска очень удлиняет. То есть, если вы девушка... Ну, Катя у нас девушка высокого роста, достаточно. Мы с ней в рост друг к дружке. Чуть-чуть в рост друг к дружке. Но если вы там ростом 160-165, и вы хотите немножечко удлинить себя, ни в коем случае не покупайте горизонтальные полоски, а только вертикальные. Тем самым вы удлиняете свой образ. Я ставлю огромный плюс, лайк, за то, что, во-первых, у нас этот костюм тройка. Это такая вот жилетка троечка. Это сейчас очень в тренде, очень модно. И эту тройку, открою, может, для тебя небольшую тайну, но можно носить и не только с костюмом, но и под джинсы. Я знаю, я такое знаю, но не пользуюсь. Это плохо. Потому что голубой цвет, во-первых, тебе очень идет. Спасибо. Мы потом сделаем пример этого. Но сейчас переходим к вечерним платьям. Вот эти платья, на самом деле, мне не нравятся. Ну, вот над этим я еще подумала бы, но вот это мне прямо очень нравится. Рассказывай, почему. Оно подчеркивает твою талию. Она такая разлетающаяся. Она для тебя удобная, сто процентов, потому что его можно деть под кроссовки. И это будет смотреться круто. И также, если вот мы видим здесь такую небольшую, не фурнитуру, это называется, пуговички. Мы видим тут пуговички. И если мы на ней еще такие сережки, потому что здесь у нас закрыт горлышко. Следовательно, мы можем сделать акцент на сережках. Потому что украшения, еще раз повторяю, играют огромную, важную роль в любом гардеробе. Запомните это, девочки. Особенно в этом сезоне. Вот. А в принципе, платье длины мидии. Мидии у нас никто не отменял. Это очень удобно, это очень классно. Это не надо, там, постоянно поправлять его. Это оно не будет волочиться по полу. Классно, удобно, комфортно. Ставлю лайк. Забирай. Вешай обратно. Что хочу сказать по поводу этого платья? Во-первых, ты мне его примеришь. Во-вторых, ну на вешалке... Ну ладно, мне нравится цвет. Честно. Изумрудный цвет очень красивый. Очень смотрится выигрышно. Чтобы ты его не надела... То есть у тебя, я заметила, в гардеробе такие вещи, которые ты можешь носить как бы и на вечер, и под кроссовки. Но ты это специально подбираешь или так получается? Так получается. Это вообще подарок, допустим. О! Какой хороший человек это сделал. Вот. Ну, ты его примеришь. Но я скажу, что все очень круто. Главное, чтобы рукав не был четвертной. Потому что это уже не актуально. А здесь у нас рукавчик коротенький. Он делан фонариками. Плюс этого платья в том, что его можно накинуть на плечи. Либо оголить ключицы. И тем самым подчеркнуть... Ну, во-первых, у девушки самое красивое это ключицы и запястье. И когда девушка их подчеркивает, это выглядит очень изящно, нежно и аккуратно. Поэтому... Мерей. В начале ролика мы говорили про то, чтобы создать какой-то необычный образ и добавить туда яркую деталь. Сегодня этой яркой деталью стали губы. И неправда. Есть очень глупый стереотип про то, что красные губы мы красим только вечером, только на какое-то торжество. Нет. Мы развиваем этот стереотип. Это все неправда. Красные губы можно носить утром, днем и вечером. А это всегда будет выигрышно, всегда будет красиво. Под все, что угодно. Ну, вот правда. Красная помада играет под все. Главное найти свой тон. Ты свой тон нашла. Помады. И это смотрится очень красиво. Тебе нравится? Спасибо большое. Наконец-то хоть кто-то разобрал мой гардероб. И я стала чуточку более стильной. Вот. Поэтому сейчас мы в этом. Идем выбрасывать вот это. Сумочки. А может, все-таки не надо? Да, да. Обдумайся. Нет, надо. Кать, понимаешь? Оно тебе же лучше. Ты очистишь свой гардероб. Тебе станет легче дышать. Даже весна, красивая погода. Вот мусорные баки. Сейчас мы туда все выбросим. И все будет хорошо. Да? Скажи да. Да. Все. Мы прощаемся с этими вещами навсегда. Говорим им пока. И до невскорых встреч. Пока-пока. На этом наш выпуск подошел к концу. И если вы хотите, чтобы я разобрала ваш гардероб, или вы считаете, что вы знаете лучше, пишите свое мнение в комментариях. Мне будет приятно почитать и чему-то новому научиться. С вами была Маргарита Юзуфович. И подписывайтесь на канал Минской Правды. Всем пока-пока.